Воспаление слизистой оболочки бронха. Бронхит. Казалось бы, об этом заболевании слышал каждый из нас. И так или иначе, когда-то его перенёс. Звучит не очень серьёзно. И, наверное, большая часть людей не обращается во время заболевания к врачу. Это неправильно. Бронхит может привести к фатальным и очень серьёзным последствиям. Огромное количество заболеваний, связанных в дальнейшем с тяжёлым поражением лёгких, изначально возникли на фоне острого бронхита. Бывает ли бронхит хроническим? И когда нужно обратиться за помощью? Об этом мы поговорим сегодня. Бронхи человека по форме напоминают дерево. Основной функцией бронхов – это проведение, согревание, очищение воздуха, поступающие в лёгкие для газообмена. Если туда попадает инфекционный агент, может начаться воспаление. Острый бронхит длится не более трёх недель и чаще всего проявляется постоянным кашлем. Бронхит – это хроническое воспаление слизистой бронхов. Чаще всего под понятием бронхит люди понимают хронический кашель. То есть те люди, которые длительно кашляют по каким-то причинам, им ставят диагноз бронхит. На самом деле бронхит – это очень интересное заболевание, под масками которого скрывается множество заболеваний. О, привет, Андрей. Добрый день. Ну, как добрался? Да, спасибо, хорошо. А где Сергей? Сергей, к сожалению, Сергей в операционной, он немножечко занят. Так что тебя встречаю я. Давай рассказывай, что случилось, что произошло, потому что Сергей мне в двух словах только рассказал, собственно говоря, о твоей проблеме. Ну, беспокоит кашель, да, тянется боль в груди, насморк, температуры нет. Вот это уже два года. Два года ты кашляешь? Или это с какой-то периодичностью, да? Ну, весной, летом больше. Ага, весной, летом больше. Ну, ты же ходил уже к врачам, да, тебе ставили какой-то диагноз, назначали какое-то лечение. Расскажи в двух словах. Ты ходил к терапевтам, ну, как-то бронхит поставили, там, лекарства прописали, но не помогло. Ну, на какой-то период становилось легче хотя бы? Нет, каша всё равно сохранялась. Да. Ты знаешь, по поводу диагноза хронический бронхит, который тебе поставили, есть небольшие сомнения, да? Почему? Потому что сезонность достаточно характерный симптом. Я думаю, что мы тебя покажем нашим специалистам-пульмонологам, они постараются в этом разобраться. Договорились? Симптомы – это кашель. Кашель, чаще всего, непродуктивный, может быть, продуктивный, то есть с отделением какого-то количества слизистой мокрови. При повышении температуры тела мы подозреваем присоединение остро-вирусной инфекции или бактериальной инфекции. В таких случаях пациенту в зависимости от его симптомов назначается дополнительная терапия. Пожалуйста, одевайте юбку вокруг пояса на липучке. Вот так, проходите сюда, пожалуйста, вот сюда проходим, на ступенечку вставайте, туда лицом. Руки на пояс, локоточки вперед. Вдох! Не дышать! Дышим левым боком, пожалуйста, поворачиваемся. Пациент, 35 лет, который жалуется на длительный кашель, склонен к аллергическим реакциям. При обследовании по флюорограмме у него ничего не выявилось. Приём каких-либо отхаркивающих или антибактериальных препаратов ему не помогал. Аускультативно я услышала сухие хрипы, усиливающиеся на выдохе. И учитывая возраст его молодой, учитывая склонность к аллергиям, дала рекомендации выполнить функцию внешнего дыхания с пробой с бронхолитиком. И консультация аллерголога, так как чаще всего такой возраст – это возраст бронхиальной астмы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот те жалобы, о которых вы рассказываете, это вас впервые в этом году беспокоят или уже было предыдущие годы? Добрый день. Не два года. Да. Вот уже два года то весной, то летом, да, то есть кашель получается, ещё насморк и в глазах вот приходится закапывать конъюнктивит. У вас это всё протекает без температуры? Да, температуры вот ни разу не было. Ни разу. Ну, простуды бывают, но это… А вот весенние проявления, только ещё снег сходит, да, и начинаются эти проявления? Ну, да, да. Именно вот когда снег, начинается вот першение. А вот когда вы выезжаете на дачу, становятся вам ваши вот эти признаки хуже становятся? Ну, да, да. То есть отмечаете ухудшение? Да, когда вот в полях даже там где-то цветы и всё, то есть начинается кашель усиливаться. И вы, я так понимаю, от кашля стали принимать какой-то препарат? Ну, вот от кашля попробовали, там, посоветовали чай от кашля. Травяной. Травяной, да. Ну, что-то как-то он это не помогает. Ну, вот на будущее всё-таки запомните, что лечение травами вам противопоказано, потому что я предполагаю, что всё-таки у вас есть аллергические реакции на аллергены пыльцы деревьев и злаковых или луговых трав, которые вот в настоящее время сейчас активно цветут. Поэтому призываю вас не заниматься самолечением, прежде всего, всё-таки обращаться к врачу и уже на основании этого использовать те лечебные мероприятия, тот план лечения, который вам назначит врач. В нашем случае с нашим пациентом предположительный диагноз – бронхиальная астма. И чтобы до конца удостовериться, всё-таки сформировалось это заболевание ЛЕД, мы его сейчас отправим на дополнительное обследование, проведём функцию внешнего дыхания, сделаем риноманометрию, посмотрим проходимость носовых путей и плюс ко всему определим оксид азота в выдыхаемом воздухе, который тоже позволит нам сделать вывод в пользу воспалительного процесса в бронхиальном дереве. На предоставленных результатах обследования, которые он прошёл уже на этапе поликлиники, а именно рентгенография и общий анализ крови, в принципе, никаких патологических изменений нет. Охватили зубами, губами плотный штук, спокойный вдох. Спокойный выдох до конца, выдох, 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 ещё, 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 выдох, 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 глубокий вдох, вдох, резкий выдох. Тянь, 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 выдыхаем, 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 отпустили. Всё, отсоединяйтесь, пожалуйста, от одну штука, снимайте прищепку. Есть два вида бронхита. Острый бронхит – это возникает под факторами вирусной, бактериальной инфекции, когда слизистая бронхова воспаляется за счёт внедрения инфекционного агента. А хронические бронхиты, скажем так, его выставляют при длительности этого кашля после перенесённого острого бронхита в течение не менее трёх месяцев, не менее четырёх лет подряд. То есть раз в год у пациента три месяца должен быть кашель. И это должно продолжаться около 2-4 года. Очень часто пациенты путают простое заболевание такое, считают, что это простое заболевание, как бронхит, и, к сожалению, всё это может трансформироваться в бронхиальную астму. Но бронхит протекает, как правило, с температурной реакцией, с делением слизистой гнойной мокроты и, прежде всего, конечно, приступов затруднённого дыхания, чтобы были хрипы, свисты, как рассказывает Андрей, всё-таки это не очень характерно для бронхита. Это уже с трансформацией в такой диагноз, как бронхиальная астма. Есть большая проблема с тем, что пациенты, когда приходят с острым бронхитом, подозревается присоединение бактериальной инфекции. Через какое-то время, не допив курс антибиотиков, очень часто людям становится лучше. Они бросают принимать антибактериальные препараты, не допив определённый курс, и тем самым вызывают антибиотикорезистентность. Антибиотикорезистентность – это свойство бактерий, при котором они выживают даже после использования антибактериальной терапии. Существует мнение, что мы вступаем в аэропост антибиотиков. Это связано с тем, что пациенты при опасных, на их взгляд, заболеваниях сами себе назначают антибактериальные препараты. Или же прерывают курс лечения. Допустим, вместо 7 дней принимают препарат только 3 дня. Всё это приводит к тому, что острое воспаление может перейти в хроническое. Проходите, пожалуйста, сюда. Вам нужно будет присесться на стульчик, аккуратно он вертится. Присаживайтесь. Хобби ноги туда. В правый носовой ход вставляем заглушку, дышим левой ноздрёй, только туда в маску. И не ртом, только носом. Договорились? Давайте попробуем. Можно в правую. Присоединяемся к маске. Дышим. Спокойно. Остановились. Вытаскиваем. Всё, тест окончен. В случае с бронхиальной астмой – это то заболевание, которое поддаётся хорошей терапии. Опять-таки, есть современные препараты ингаляционные, которые благополучно обладают и противовоспалительным действием, и действием для того, чтобы расширить бронхи. Поэтому это излечимо. И если на фоне ещё лечения аллергенами, у нас пациенты, которые полностью излечиваются от этого заболевания. Ну что, Андрей, как наши специалисты? Не мучили тебя? Нет, не мучили. В шоке был. Поставили диагноз бронхиальная астма. Ага. Ну, слушай, я немножко тебя успокою. Да, бронхиальная астма – это то заболевание, которое при своевременном лечении достаточно хорошо контролируется. Но тут, конечно, важна и дисциплина пациента. Буду стараться. Всё. Обращайся. Удачи. Счастливо. Спасибо. Не забывай документы. Спасибо. Своевременное лечение многих острых и хронических заболеваний всегда даёт свой результат. Даже если вы считаете, что больны чем-то несерьёзным, например, бронхитом, правильнее будет обратиться за медицинской помощью. И тогда лечебный процесс пройдёт быстро, эффективно и качественно. Обращайтесь за помощью к врачам и будьте, пожалуйста, здоровы. Уважаемые пациенты, не занимайтесь самолечением, выполняйте рекомендации врача. Если кашель длится больше, чем три недели, сходите к врачу повторно. Для коррекции лечения или для дополнительной диагностики. Будьте здоровы. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин